Я вам говорю о возможностях человека. Люди думают, что ничего не сделаешь. Это называется паника. А почему у человека паника? Потому что у него нет второго вида аскезы, который я сейчас вам расскажу. Этот второй тип аскезы есть у тех, кто не бегает. Кто не бегает? Деревья не бегают. Они всё время стоят. Так вот, второй тип аскезы – это неподвижное положение тела. Можно, кстати, стоять прямо рядом с деревом. Дерево передаёт эту силу терпения. Терпение, понимаете? Когда человек терпит, это не значит, что он надувается и лопается потом. Это не терпение. Терпение означает, что тебе всё нормально. То есть терпение, оно связано с принятием. Настоящее терпение означает, что ты вообще не терпишь. Ты привык. Понимаете? Вот когда человек, допустим, в войне выживает. Есть такой детский анекдот на эту тему. В детстве мне рассказали. Фашист подходит к человеку и говорит. Тебе в крематорий, а тебе в баню. И такой чумазый, чумазый. Он смотрит, думает, я его никогда не отмою. В крематорий. Он говорит, опять в крематорий. А когда же в баню? Это называется терпение. Детский, видите, ребёнок смеется. Детский анекдот. Итак, мои дорогие друзья, послушайте меня внимательно. Вот, допустим, вы не можете с мужем своим жить. Говорите, у меня с ним не совместилось. Да у вас просто терпение на первом психическом цилиндре не хватает. Вы не прочистили его, и всё. То есть это означает 15 минут неподвижного положения тела всего. Вот ты не двигаешься 15 минут. А, нет, полчаса. Ну, то есть 15 минут – это просто терпеть жизнь. То есть на работу ходить, там, и всё прочее. А терпеть близкого человека, эмоционально принять его, означает первый психический цилиндр. Ну, полчаса неподвижно положение. Какого положения тела? Допустим, поза бабочки. Вот стопы вместе, колени в росте и спина вот так вот. Это поза бабочки для женщин классная вещь вообще. Ну, и для мужчин тоже. Когда женщина стопы вместе, колени в росте сидит вот так, она вырабатывает терпение. Какой вид терпения? Гармония с окружающим миром. Классный вид терпения? И у ней всё нормализуется по-женски. Это самое лучшее упражнение для того, чтобы зачать ребёнка. Потому что женщине для того, чтобы зачать ребёнка, нужно какой стать? Спокойной. Вот курочка бегает. А когда она зачала яичко, что она делает? Она сидит. Успокоилась. Понятно? Вот так вот, надо успокоиться немножко раньше, иначе никогда не сочнёшь яичко. Понятно? Поэтому часто бывает так, что женщина сначала уволилась с работы, пожила немножко, успокоилась, домашними делами позанималась. И забеременела. Почему? Потому что успокоилась. А то... Никогда, может, не родишь вообще. Итак, энергия спокойствия или терпения. Беспокойствия, как родишь, что всё вылетит, будет преждевременно, выкидываешь, будет всё. Нет спокойствия, нет. Вынашивать не сможешь даже. Неподвижное положение тела. Стоять возле дерева. Представляете, Олег Геннадьевич уезжает, и в парк заходишь, и там все какие-то люди стоят возле деревьев. Что они, психованные, что ли? Что с ними такое происходит? Да нет, лекцию Олег Геннадьевича послушали. Приезжал один. Сектант. Лекцию послушали, теперь стоят все возле деревьев. Желают всем счастья. Ну не хотите возле деревьев, но стойте на балконе. Ну не хотите на балконе, но дома стойте. Потом выйти на улицу просто. Потому что всё равно энергию природы надо получать. Конечно, на улице, там, возле парки стоять опасно, потому что даже собаки нервничают, когда человек совершает аскезу. Все нервничать начинают, понимаете? Ну стойте дома. Или йогой дома занимайтесь. Или вот здесь, по-моему, как раз для этого зала предназначено, для таких занятий. Для детей, правда. Вот. Неподвижное положение тела сложнее, чем движение, чтобы вы знали. Но всё равно его надо делать. Если человек длительно двигается, он должен делать также неподвижное положение тела, иначе будет дисбаланс. Если есть волевой импульс, и нет терпения, начинается дисбаланс в психике человека. Человек становится безбашенным, по-русски сказать. Вы не устали от... нет? Нет. Всё нормально? Сидеть нельзя. Можно сидеть, но просто, понимаете, человек говорит, а вот, допустим, если я лежу неподвижно, где-то вырабатывается терпение или нет? Нет, потому что это не аскеза. Лежать, допустим, или сидеть по-турецки там, или на стуле, это не аскеза. Аскеза – это когда ты стоишь неподвижно, или сидишь в позе бабочки, есть ещё поза алмаза, под себя ноги подгибаешь, есть ещё поза лотоса, вот так вот. Каждое положение тела несёт в себе разные виды терпения. Вот, допустим, человек стоит неподвижно, он становится просто терпеливым, он может выдержать всё. Если он на коленях стоит, он может принимать судьбу, допустим, принять начальника или мужа, на коленях когда стоит. Когда он в позе алмаза сидит, ещё ниже опускается, он может продавить судьбу, это называется полуаза алмаза, означает, человек сидит, молится в этом положении, и как бы судьба отодвигается от него. То есть его никак посадить в тюрьму не могут, потому что он отодвигает судьбу с помощью этой аскезы. Уж замучились все. Нет. А? Нет, я говорю, посадить не могут в тюрьму, потому что замучились. Он отодвигает судьбу, не даёт сажать себя в неподвижном положении тела. Вот. Ну, я шучу так с вами, не волнуйтесь. Всё нормально. Следующее положение тела – это поза лотоса, вот так вот ноги. Это положение тела даёт сильную концентрацию внимания. Человек становится сосредоточен, если не может сосредоточиться, вот это положение тела. И поза бабочки мужчине даёт возможность не думать о женщинах, то есть он становится спокойным. Не импотентом становится, а спокойным. Он способен себя контролировать в этом вопросе. А женщинам даёт тоже спокойствие. Они перестают истерить, плакать там, визжать, пищать и так далее. Поза бабочки – актуальная вещь. Это вот, видите, разные виды терпения есть. Всё это энергии терпения разные. Это очень трудно, особенно с возрастом, понимаете. Допустим, я могу в одном положении тела сидеть всего 45 минут. Это защитный цилиндр и плюс ещё два. Понимаете? То есть первый цилиндр и второй. Каждый цилиндр 15 минут. Это значит, что 15 на 5 сколько получается? 75 минут. Ну да, это максимум, что можно не двигаться, допустим, стоять. Все психические цилиндры прочищаются. И третий вид аскезы, который даёт человеку силу. Какую силу? Способность чисто воспринимать мир, принимать правильное решение, всё понимать как надо. Это пост на воде. И здесь точно такие же законы. Вот, допустим, 15 минут можно каждый день сидеть, да, в неподвижном положении тела. Полчаса через день, 45 минут через два дня, час через три дня, и час 15 максимум через четыре дня. Понятно, да? Точно так же пост на воде. Полдня поститься можно каждый день. Вот, допустим, вот я так делаю. Я пощусь с вечера до обеда. Этот пост помогает очень сильно сосредоточиться и побеждать трудности. А если ты постишься с обеда и до утра, то этот пост помогает очистить организм и увеличить здоровье. То есть есть два поста по полдня. Один помогает стать здоровее, это с обеда и до утра, а другой помогает стать сильнее, выносливее, преодолеть трудности, это с вечера и до обеда. А до утра до сколько? Ну, хотя бы до трех. А вообще пост полдня означает сколько? 12 часов. 12 часов минимум, да? Я понимаю, ваш вопрос актуальный, жрать же хочется. Но пост... Пост полдня означает 12 часов. Дорогие мои друзья. Все, поняли, да? А так можно до утра, как бы до 12 ночи тоже до утра. Ну, уже утро начинается же уже. И поел, да? Хорошо. Это шутка. И также другие мне вопросы по поводу поста на воде задают. Так говорит Олег Геннадьевич, а мед можно или лимончик добавлять? Можно. А сахар чуть-чуть можно? Можно. А яблочки можно? Можно. А можно пирожочек? Боже, можно. Но это уже не пост на воде. Это другая вещь. А так все можно. Вот. Иначе будет плохо. Запомните, все эти виды аскезы, которые я вам перечислил, они продлевают человеческую жизнь и лечат болезни. Наши болезни лечатся всегда сначала и глубже. Понимаете? Поэтому, если вы начали ходить и чувствуете, что дальше тяжело идти, не идите. Ходите по этому дистанции, потом дальше учитесь идти. Когда вы продлиняете дистанцию, у вас что-то будет лечиться. У меня, когда я начал бегать, все переболело, что могу переболеть. Даже мозги. Ну, то есть это не болит, а как бы ноет. Понимаете? Не во время бега, а после бега. И вот так человек продлевает свою жизнь. Когда человек пробегает или проходит 4 часа, или пробегает 2 часа, он увеличивает продолжительность жизни на 21 год. Ну, если хотите. Ну, соответственно, разделить на 5, если вы, допустим, бегаете 20 минут. Соответственно, 21 на 5 – это на сколько? На 4 года. Тоже неплохо, правда?